Строительство эстакады в районе железнодорожной станции «Звениград» позволило переключить движение транспортного потока, следующего через близлежащие населенные пункты, на четырехполосный участок ЦКАД-5, чем существенно разгрузило дорожную ситуацию в этом районе. Однако при выполнении работ подрядчикам был допущен ряд ошибок, из-за чего несколько домов села Веденское, примыкающих к опорам моста, систематически затапливает. Затапливало дом, затапливало подвал, соответственно, дом начинало гнить, посадки были, яблони и вишни тоже погибли, потому что поливают, скорее всего, химическими реагентами дорогу. Во время дождей, опять же, сливных вод, с утра на работу невозможно выйти, приходится выходить в резиновых сапогах. Весной текущего года вдоль проблемного участка выкопали ливневую траншею, но эта проблема решила лишь на время. Глава Одинцовского округа проинспектировал места подтоплений и пообщался с пострадавшими жителями. А сколько домов у вас здесь подтопливают? С 23 по 28. В этой части, ребята, два дома, 23 и 24. Через дорогу находится новое здание Веденской школы. Ученики целыми классами ходят по затопленным дорогам на занятия в соседний дом культуры. И от родителей неоднократно поступали жалобы на сложность перемещения на данном участке. Спасибо, сделаем тротуар в верхней части хода дороги. Но при дожде и снеге, где вы тишите, просто закидываются с медленной водой. Какие-то, да, там беды, которые сделаны по основному ходу. Люки есть. Не знаю, в чем проблема. Наверное, просто забиты. Андрей Иванов выслушал все жалобы жителей и поручил ответственным по строительству эстакады повлиять на подрядчика для устранения причин подтоплений. Полина Толмачева, Ферид Харидинов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова